Здравствуйте, уважаемые любители бильярда! Сегодня я расскажу вам о ключевых упражнениях для свободной пирамиды. Свод этих упражнений я называю сердцевиной. Играть мы их будем уже по привычной схеме до 10 побед. Устанавливайте шар в ту область стола, где по вашим оценкам результативность будет выше среднего. Не фиксируйте позицию, не приучайтесь играть с точек, ведь реальные игровые ситуации всегда не идентичны. Выполняя эти упражнения, не лишним будет представлять себе соперника, которому в данный момент вы проигрываете со счетом 6-7. Придется приложить немало усилий, чтобы обыграть своего соперника до 10 побед. Первое упражнение. Прямая пара с выходом на плотном ударе в ту же лузу. Добивающий шар стоит на середине короткого борта. Прямая пара с выходом на плотном ударе в ту же лузу. Второе упражнение. Перевод на верхнем вращении от длинного борта в соседнюю угловую лузу. Набивающий шар стоит на длинном борту на линии дома. Третий удар имеет тот же смысл, что и предыдущий, только выполняется на нижнем вращении. Продолжение следует... Четвертая позиция, также часто встречающаяся в игре — выход из середины в угол. Добивающий шар стоит на середине короткого борта. Продолжение следует... Пятый элемент — отработка подката прямой пары на тихом ударе. Отрабатывать этот прием я рекомендую следующим образом. Раскидайте на столе шары в хаотичном порядке. Таким образом, чтобы в каждой зоне стола было примерно одинаковое количество шаров. Подставляя биток поочередно к каждому шару, необходимо забить все прицельные шары на тихом ударе с последующим выходом. Старайтесь как можно ближе подкатить биток и не допускайте падения его в лузу. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. А это значительно укрепит вашу игровую уверенность. Смотрите продолжение в следующей серии. На этом наше занятие подошло к концу. Подписывайтесь на наш канал и вы не пропустите следующий урок. До новых встреч!